Всем привет! Добро пожаловать на канал Краски Праздника! Хочу вам показать свою новую игрушку. Ну, она не такая уж и новая, но образ я ей подобрала только-только. Буквально вчера вечером закончила делать образ балеринки. У меня вот такой вот бегемотик. Вначале я его сделала, как подумала, что такой серый цвет. Он, наверное, какой-то мальчишеский цвет. И решила, что это у меня будет такой джентльмен в таком белом кружевном жабо. Я вам обязательно вставлю фотографию этой игрушки, этого образа. Но как-то вот не пошло. На ярмарках также на него внимания особо никто не обращал. И я подумала, что розовые вот такие вот ушки, розовые ушки и розовые вот эти вот пуговички на крепление, они, наверное, как-то не очень согласуются с этим образом. И я решила на новогоднюю ярмарку сделать новогодний колпак, дать в ручки такой небольшой декор в виде ёлочки фетровой. И подумала, что может быть в качестве новогодней игрушки кого-то этот бегемотик заинтересует. Конечно же смотрели, обращали внимание, но игрушка не продалась. И, собственно, после нового года у меня игрушки вернулись ко мне из магазина. Я сдавала на реализацию, магазинчики закрылись, и игрушки, собственно говоря, ко мне вернулись. И тогда-то я начала думать, что, наверное, что-то нужно менять, наверное, нужно какой-то другой образ мне придумать. И что бы вы думали? То есть для чего здесь стоит линейка, сразу вам объясню, показать, какого роста у меня бегемотик-балеринка. Он у меня 25 сантиметров, где-то, грубо говоря, так. И хочу вам показать, что бегемот самостоятельно стоит, самостоятельно сидит. Посажу его, чтобы по-лучшему было видно. Выполнен он из велюра. Вот такого вот достаточно темного серого цвета. Такие вот у него здесь ноздри, глазки. На ушках вот обратная сторона выполнена из розового хлопка. Так же, как и на нитевом креплении на ручках и на ножках то же самое. Решила я ему сделать вот такой вот ободочек этому бегемотику из помпонов. Маленькие помпончики. Мне кажется, смотрятся очень красивые. Прямо глаза такие выразительные стали, когда вот эти вот помпончики я здесь пришила. Хотела цветочки, но потом подумала, что, наверное, будет перегружен у меня образ. Решила все-таки остановиться на помпончиках. Глазки бусинки самые обыкновенные. И сделала я нереально красивую, роскошную, балетную пачку. Здесь четыре цвета. Фатина, голубой, нежно-нежно-фиолетовый, сиреневый, да, кто как называет, золотой и белый. Я не стала добавлять такие цвета, как зеленый, красный, розовый. Ну, то есть розового, мне кажется, здесь уже и так достаточно в этой игрушке. А вот такие вот цвета, ой, просто я, как и вчера вечером доделала, думаю, обязательно нужно вам показать вот эту вот всю игрушку целиком, потому что это настолько красиво, настолько интересно смотрится. Смотрите, я вам покажу со всех сторон. Такая вот балетная пачка. Ну, шикарная игрушка. Я, конечно же, ее буду выставлять на продажу у себя в группе ВКонтакте. И если мне посчастливится поучаствовать в ярмарке рукоделия, то, конечно же, также этот бегемотик будет и на ярмарке рукоделия тоже участвовать. И думаю, что как раз-таки этого образа данная игрушка и ждала. Я в последнее время как-то очень хочу пошить балеринок и животные, и человечки. То есть очень хочется мне почему-то именно балеринок пошить. Вот эти вот балетные пачки, они такие невероятные, они такие воздушные, такие красивые, такие роскошные. И образу придают, конечно же, очень красивый вид. Надеюсь, что вам такой бегемотик понравился. Я его шила по мастер-классу, который нашла в интернете. Выкройку нашла там же, то есть можете посмотреть и сшить подобного, если вам понравилось. Но думаю, если его сделать в каких-то таких коричневых или пыльных таких тонах, то он будет еще более интересный. Но мне очень нравится, как он получился. Вот такой вот у меня серенький бегемотик девочка в балетной пачке. Шикарная игрушка. Благодарю вас за внимание, за просмотры. Всего вам доброго, приятного творчества, добра и бантиков.